Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. У нас сегодня с вами такой интересный ролик за тест. Тестировать мы будем порошок. Вчера наткнулась в магнит косметик на вот такой стиральный порошок, Гарденника называется. Пробовала его впервые, девчонки. И так как вы в Телеграм просили отзыв на него, обязательно с вами сейчас все со всех сторон рассмотрим и обсудим. Будем сравнивать его с порошком Фаберлик. У меня, к сожалению, нет упаковочки, но я найду в интернете состав, чтобы вам показать. Почему другой порошок после нескольких лет использования Фаберлик? Потому что я за такие деньги, девчонки, честно, не хочу покупать порошок. 519 рублей с моей скидкой консультанта 26% это очень дорого. На 20 стирок это очень дорого. У меня есть определенный заплаз, я вот все свои баночки пересыпала вот в такой контейнер у меня для порошка. Но, тем не менее, пока на него, я так поняла, цену не планируют снижать. И, несмотря на то, что я его люблю, я считаю, это необоснованно дорого. Итак, в чем преимущество, за что я любила порошок Фаберлик? Во-первых, он для всей семьи. Он гранулированный, как мы с вами видим, что очень ценно. Он подходит деткам с рождения, он подходит астматикам. То есть я крестюшки с рождения стираю одежду этим порошком и все нормально. Как бы никаких нареканий. Вот он у нас с вами насыпался. У кого дети атопики, астматики, аллергики, те прекрасно понимают сейчас, о чем я говорю. Потому что, перепробовав очень много продуктов, перешли на порошок Фаберлик и никаких последствий в связи с этим нет. Никаких аллергических реакций. Хотя все мы разные, бывает, конечно, единичное исключение. Он гранулированный, он не пылит. Когда я его насыпаю же в барабан и так далее, мы ничего не вдыхаем. Он выполаскивается. У меня есть много на канале затестов уже порошка этого. Я ссылки обязательно прикреплю в инфобоксе. Можете посмотреть. Они всегда, в принципе, там висят. Мы тестировали, сравнивали с другими порошками, но не совсем такими по составу. Здесь у нас вроде как тоже эко-порошок. Он приближен по составу к порошку Фаберлик. Он похож на него. Я уже постирала им и цветное белье, и черное, и белое. И у меня уже сложился определенный порошок. Здесь в упаковке была прям внутри вот такая мерная ложечка. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так он выглядит. То есть здесь есть и гранулы, и здесь есть и пыль. Он такой неоднородный. Порошок заявлен как без аромата. У него практически абсолютно никакого нет запаха. Я чувствую легкую-легкую дужку хозяйственного мыла, девчонки, классического такого. На стиранном белье ее нет в принципе. Так, мы смотрим с вами состав. Он у нас тоже не содержит фосфаты, фосфонаты, хлор, оптические отбеливатели. Порошок Фаберлик их содержит. Красители и прочие токсичные вещества. Для ручной машины стирки от 30 до 95. Для всех видов тканей и так далее. Я взяла именно универсальный, потому что пользуюсь Фаберлик универсальным. Чтобы у нас все было максимально приближено. Дополнительные свойства. И вот у нас с вами способ разведения, добавления, скажем так. Одна мерная ложка это 30 миллилитров. И нам как минимум две нужно на стирку. Я стирала, девчонки, все время. Вчера и сегодня белье с одной мерной ложкой. То есть 30 миллилитров. При жесткой воде нам рекомендуют и 3 и даже 4 мерных ложки добавлять. Особенно если сильные загрязнения. Я попробую и так стирать. Потому что, сейчас расскажу почему. По стирке я не заметила практически никакой разницы. Потому что сложные пятна. Вот я сегодня стирала одежду Крестюшкину. Сложные пятна он не вывел. И не вывел бы их в Фаберлик тоже. Он справляется хорошо со свежими. Так же как и этот. Без какой-либо дополнительной обработки. Я стирала. Там были у Крестюшки маечки, которые были в апельсинах. В других фруктах. И пятна как были, так и остались. Но это были пятна не свежие. Свежие пятна. Вот колготочки бежевые Крестюшкина стирала. Носочки стали идеально чистые. А были такие, ну представляете, да, почти белые колготки. Вот они стали идеально чистые. То есть вот с этим справился порошок. Все отлично. А дужки на белье нет абсолютно никакой. Я стирала специально без кондиционера, чтобы вот этот момент отследить. И белье на выходе не жесткое, без кондиционера. Что мне тоже понравилось. Да. Я буду дальше тестировать. Обязательно держать в курсе. Но пока вот так. Здесь у нас 1500 грамм. А в этой упаковке, да, у Фаберлика 800 грамм. И стоит он 399 рублей. 900 грамм или 800, я уже забыла, такого порошка стоит в магнит-косметик. На Азон на этот порошок цены 1500 вообще. Фантастика. А 800 или 900 грамм, не помню, стоит 200 с чем-то рублей. То есть разница ощутима в два раза. Да, как минимум в два раза. Вот. Поэтому я сейчас предлагаю провести такой эксперимент на растворимость воде. Я прекрасно уже знаю, что порошок Фаберлик хорошо растворяется в воде. Теплой комнатной температуры. И в связи с этим я уверена, что он выполаскивается из вещей, что не менее важно, да. Хочу проверить вот этот порошок. Сейчас мы нальем с вами два стаканчика воды с тепленькой водичкой. Да, у нас с вами 32 градуса. Неровно налила, да. У меня колонка, поэтому я момент температуры отследить могу. Порошок польский. И насколько он подвернется санкциям, тоже непонятно. Я раньше до Фаберлик использовала персилы, в том числе и стирала Ксюшки детские вещи практически тоже, не практически, а с рождения им. Мне очень нравился, особенно гель. Сейчас на него бешеные тоже цены, просто бешеные. Поэтому мы с вами все в поисках достойного, хорошего и качественного порошка, да. Если вы такой нашли, девчонки, обязательно делитесь отзывами. Так, взяла ложки. Сейчас мы с вами залезаем. Берем порошок Фаберлик. Ложечка мешается. Так, давайте вот так возьмем. Эх! Вот так всегда, когда одной рукой. Так, оставляем. Теперь порошок Горденика. Похож на Гордерику от Фаберлик, да? Так, вот тоже вот так вот, видите, какой он? Такой вот консистенции. Насыпаем. Так, сейчас будем смотреть, что у нас происходит. Но он, кстати, пенится в машинке. Я не видела, чтобы он пенится в Фаберлик, по-моему, даже больше пенится. Я вам, кстати, состав не почитала. Так, состав, смотрите. Постараюсь найти состав Фаберлика, вставить. 5-15% мыла, кислорода, содержащий отбеливатель. То есть тоже здесь кислородный отбеливатель. Есть менее 5-ти ПАФ, АПАФ и НПАФ. Полимер для защиты цвета. Поликарбоксилаты, вспомогательные компоненты. Вот изготовитель, кому интересно. Дистрибьютор в Москве получается. Да? Вот такая вот информация. Так, ну что, давайте смотреть. Очень похоже, правда? Очень похоже. На дне и порошок Фаберлик пока есть, да? Нам надо немножко перемешать. Мы же с вами имитируем машинку стиральную. Вот, все видно наглядно, да? Это Фаберлик. И порошок Гордыника. Мне кажется, здесь даже поменьше осадка, да, девчонки? Не смотрите на мой осадок на столе. Вообще так нерационально порошок использовать в наше время. Это прям грех. Брех. Так. Вот так. У Фаберлик больше осадок, да? Смотрите, этот получается даже лучше растворяется. Но сейчас все сядет и посмотрим. Я попробую добавлять еще по две ложечки. Сейчас соберу крестюшки на грязной маечке. И две ложки порошка попробую добавить. Потому что он все-таки не такой концентрированный, как Фаберлик, да? А я стирала, добавляла одну ложку. И то как бы все нормально. Если у вас нет сильных загрязнений, этого вполне достаточно. У нас здесь сколько стирок? У нас, по-моему, маленькая упаковка на 20 стирок. Мне кажется, если не сильное загрязнение, и по одной сыпать ложки, то на 30-40 стирок хватить этой пачки может. Когда сильное загрязнение, можно сыпать две. Тогда чуть поменьше. Ну вот. У нас с вами осадок Фаберлик. Он так и есть. Да? Водичка 32 градуса, еще раз напомню. То есть даже если вот быстрая стирка, у меня режим там 30-40 градусов. А здесь меньше гораздо осадка. Видите? Какие-то гранулки остались, плавают. Мне кажется, эти крупные гранулы, это гранулы отбеливателя. Вот. Здесь гораздо меньше осадка. Я удивлена на самом деле, если честно. Я очень удивлена. Тут прям много Фаберлик. Как вам, девчонки, пишите? Вот так я, в принципе, вам свой отзыв оставила. Порошок неплохой. Цена пока более-менее адекватная в магнитке. Косметик. Он был на акции, кстати. Вот у нас с вами 100% перерабатываемая упаковка. Без отдушек. И подходит для чего? И подходит для септиков. Вот, видите? Я и взяла. Мне хотелось что-то опять такое вот эко. Не хочется возвращаться к химозным продуктам. Да? Поэтому именно этот порошок. Много осадка от Фаберлик. Вот мы с вами видим. Его действительно много. И вот у нас с вами осадка практически нет. По всей поверхности плавают вот эти вот какие-то крупные гранулы. Хотя, смотрите, они наверху тут были. А вот эта мелкая пыль, она растворилась. Так, а здесь у нас наверху что-то плавает. Да, тоже что-то плавает. Но не так много. Интересно, как они себя ведут. Здесь крупные гранулы, они вверх оседают. А здесь весь осадок основной, он внизу. Видите? Хотя тут тоже вот его прилично, да? Фокус. Но он не оседает. Он вращается. И здесь как-то голубей что ли водичка, да? Вот тут. А здесь мутненькая. Девчонки, обязательно напишите свое мнение по этому поводу. Я вам свое рассказала. Буду дальше стирать этим порошком, смотреть, тестировать. И намеренно, кстати, стираю без кондиционера. Потому что после него белье достаточно мягкое. И одушки ноль вообще после стирки. Интересно. Видите, они не оседают. Они здесь. А у Фаберлик основная масса осела. Хорошо это или плохо? Кто разбирается? Дайте нам ответ. Ну, в общем, такой интересный затест. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.